Даже в сезон сбора урожая овощи подешевели незначительно. В набережных Челнах килограмм картошки можно купить за 32 рубля. Для сравнения, в прошлом году стоимость второго хлеба была в два раза меньше. В программе Челны 24 мы уже рассказывали, что борщевой набор стал почти деликатесом. К примеру, цена килограмма моркови в июле превышала 100 рублей. Сейчас ее можно купить от 50 до 80. Стоит ли ждать снижения стоимости овощей? Об этом расскажем в первом материале выпуска. Челненцы рассчитывали, что с наступлением осени цены на картофель, морковь, свеклу и другие овощи снизятся. Это произошло, но стоимость борщевого набора все равно в разы больше, чем в прошлом году. Все подорожало нынче. Все из свекла, картошка, морковь, лук. Конечно, морковь подорожала под 100 рублей, 79-80 рублей. Я брала месяца два назад. А сейчас она уже в магазине порядка, наверное, 50. Повышение отмечается не только в крупных магазинах, но и на рынках и у дачников, которые продают излишки своего урожая. Так, пятилитровое ведро картофеля предлагают за 180 рублей, а чеснок в этом году вообще роскошь. В том году чеснок мы в 20-25, ну как бы 250 рублей килограмм даже продавали. А в этом году килограмм никто не продает. Нету его. Он средний, вот небольшой. Поэтому головками продают 30 рублей даже, 50 рублей крупную головку. Всему виной – знойное засушливое лето с минимальным количеством осадков. Особенно жара сказалась на капусте, картошке, луке, чесноки. Некоторые продавцы ведут ежегодный мониторинг цен. У нас, допустим, лук в прошлом году стоило 18-20 рублей, а в этом году уже 25-30. Скажем, картофель стоила у нас 16-20 рублей. Сейчас, в данный момент, 26-32. По словам продавцов, в набережных Челнах 10 лет назад была аналогичная ситуация. В 2010 году тоже была засуха. Намного меньше стоила картошка. Справлялись, привозили ее с других регионов. А в этом году, видимо, во всех регионах засуха. И поэтому с картошкой, наверное, будет перебой. Это подтверждают и некоторые фермеры Тукаевского района. Так, Ильдар Ашрафуллин в этом году посадил картошку на пяти гектарах, а смог собрать только 30 тонн, включая мелкую. В прошлом году урожай был в четыре раза больше. Снижение цен прогнозируется, когда в Челнах начнут работать сельхозярмарки. Уже завтра, 11 сентября, начнут работать сельхозярмарки. Они расположатся недалеко от стадиона строительной территории ипподромы и агропромышленного парка Южный. Кстати, по прогнозам специалистов, весной овощи могут подорожать еще от 5 до 10 процентов. Местные запасы тогда иссякнут, а новые начнут доставлять из других стран.